Итак, мы все-таки купили телефон Татьяне Павловне. Ну, вариантов не было, да. Выбор очень был мучительный долг. Нам сначала одно посоветовали, а мы потом решили другой, а потом пришли в магазин, нам еще специалисты другой посоветовали. В итоге мы взяли золотую середину, не самую дорогую и не самую дешевую. Дело даже не в цене, а в том функционале, который мне нужен. Потому что мы, в принципе, выбирали уже сейчас без привязки к цене. Вот, мы уже покупали не глядя дешевый-дорогой, а разумом, что мы хотим от этого телефона получить. Итак, обработанный дрэп, мы купили вот такой Samsung A71 20-20 выпуск. Ну, 20-20, как бы свежий. А, да, свежий, 29-990. Почему мы выбрали Samsung? Я сейчас повторюсь, то, что между двумя телефонами я буду сейчас делать синхронизацию и все данные с разбитого телефона будем перетаскивать при помощи Wi-Fi на новенький. Это правильно. Каждый заниматься должен своим делом. Я буду восстанавливать телефон, а Татьяна нам за это барабульку приготовит. Продолжаем диалог, Татьяна, хочу добавить. Конечно слышно. Короче, мы выбирали между F20, F-E и F-E. Ну, уже вот конец, да, потому что свалили на нас выбор бешеный и вот этим. В итоге, пообщавшись с техническим специалистом, там у них как-то представители самсорда, он тоже мне подробно сказал, говорит, что вы эксплуатируете, возьмите А71. То есть вот F-ка там, ну, какие-то прибулы дополнительные, которыми я в принципе не пользуюсь, но телефон я, ребята, эксплуатирую 24 на 7. То есть с нашей деятельностью телефон – это скрипка, это инструмент, который всегда нужен. Нет, я добавлю в двух словах, это расходный материал у нас. Да, да. Через год я его все равно пойду. Как не хочешь. Или он сам умрет, или мы ему поможем. Ну, вот в этот раз, ну, была причина. Ну, причин-то какая хорошая. Ну, да. Почему бы не разбить хороший телефон? Я бы тебе, знаешь, сдал, но я бы тебе подешевле подсунул телефон. Я бы тебе скажу, что жаль какой-нибудь баксон. Да, да, да. Ну, все, пошел я это, синхронизироваться. Друзья мои, всем привет. Сегодня небольшой день отдыха для мозгов и день отдыха без макияжа. Минимум два раза в неделю стараюсь такое сделать. То есть вообще, да, такая разгрузка мозгов как раз по итогам месяца, по всем событиям. Я вчера была выжатым лимоном, эмоционально и физически. Вы видели, да, то, что происходило, особенно касаемо телефончиков. Сейчас в Анапе прошел сильный дождик. Смотрите, какие лужи. Кстати, подписчики уже предупредили, что нужно брать с собой резиновые сапоги. Почему? Потому что тупо не работают ливневки, либо их нет. Я в этот момент немножечко не поняла. Вот. Дима монтирует. Вчера сняли обзор касаемо иммунитета по вашим многочисленным просьбам. Чем же мы защищаемся, что помогает нашим клиентам и партнерам. И про что уже даже говорила, да, касаемо цифрок. Мы сами переболели в такой скрытой форме. И у нас антитела к ковидам. И у некоторых клиентов, у партнеров то же самое. Кто сдавал анализы. Ну, о чем я уже повторюсь, говорила. Сейчас иду к морю. Такая книжечка с собой. Раньше такие вещи не воспринимала. Все, что касаемо. Сознание, подсознание, материализация каких-то мыслей. Честно, мне такая херня все это считала. А когда мозги стали работать по-другому, у Димы всегда работает визуализация. Дима всегда с такими вещами работал. Но он этим особо не делится. А я человек прямой. Вот как есть, так и есть. Так и делюсь. Без прекрасных. И когда во всем вот это стало читать, книжки очень много разных. Рекомендую Роберта Шарма, лидер без титула. Но опять же, да, зайти можете или не зайти. Если книга не зашла в такой формат, значит, не время. Рано еще. Не для вас. Оставьте ее в покое и идите дальше. Мне вот сейчас очень зашла книжка Несы. Джен Син Сера. А у нее же еще есть Ниной и еще какой-то... Ну, это такие, да, российские переводы. Потому что если брать именно интерпретацию на языке автора, то там смешно получается. Сейчас иду на лавочку почитать. Немножко нужно релакса. Как раз солнышко. Ближайшие два часа дождя не будет, судя по прогнозу. Зонтик я так и не купила. То, что хочу фирменный зонтик. Сибириан Вэлл на Саванапе его нет. Завтра мы едем в Краснодар. Снова снимать в Икею. Надеюсь, может быть, там заедем. Куплю зонтик. Кстати, что понравилось в Анапе мне вчера, мы, когда ездили в офис, за авоськой продуктов по иммунитету, потому что у меня свои все пересыпаны в баночку. Ссори-щурись, прям солнышко. Пересыпано в транспортировочную баночку. Ну, чтобы поменьше места чемодан не занимало. Типа багажник маленький. Мы разговаривали с сотрудницей ЦОКа Анапского Сибириан Вэлл. Она говорит, слушайте, съездить у нас очень классный торговый центр, Красная площадь. Мне реально понравилось. Манго из магазинов, да, с таких вот сетевых брендовых. Зола, Кария, Остин. Кстати, Остин Китс есть у нас вообще саранские, мы закрыли. Манго, у нас тоже саранские нет. В общем, много магазинчиков. Я к чему? Что я вообще так о феории думала, что в Анапе только магазины. Ну, вот знаете, такие, ну, пешные, да, рыночные всякие, вот всякая. Погода меняется. А мы здесь так махаем обзору с такой скоростью, что мне шмоток не хватает в кадр. Поэтому надо будет чем-то подзакупиться. То есть, либо сегодня сгоняю туда, либо вас с собой возьму, ну, сегодня вас с собой, соответственно, сгоняю, возьму, либо завтра в Краснодаре куплю в Меге. Но у меня подозрение, что я лучше сегодня сгоняю в Анапе, чем завтра отнимать драгоценное время в Меге. Потому что опять придется, чувствую, разбираться с икеевскими сотрудниками краснодарским, потому что нам разрешение так официально и не пришло. Нам пришел ответ на нашу заявку, что если ваши обзоры вдруг нам будут интересны, мы когда-нибудь с вами свяжемся в таком ключе. Короче, послали нахер, не посылаем. Вот, поэтому Дим сейчас пока остался монтировать. Он любит это сделать в тишине, а я вышла прогуляться, потому что вчера... Чего мы вчера делали? Вчера мы пипец снимали целый день. Над нами все ржут. Вы типа отдыхать приехали. Говорю, ну, ребят, на самом деле, мы, я уже проговаривала, да, мы не приехали отдыхать, мы приехали именно работать. Вот теперь мы с Димой в больших раздумьях, мы хотим на двогодние праздники... Ну, мы вернемся в начале декабря в Саранск. Вместе, соответственно, будем там. Там, ну, корпоративы... Ой, господи, рука, представляете, затекла. А встреча с командой... Поедем в Тольятти. У нас там будет большой корпоратив лидерский. Вот. И, в общем, думаем теперь... Касаемо января-февраля. Есть желание уехать у Ялты, но надо теперь решать с детьми. Вот, то есть, если на месяц мы их с бабушками оставили, то дальше уже нет. Я абсолютно соскучилась. Бабушки только не смогут, и детям тоже тяжело. Ну, априори, да, как бы все мы должны дать меру. Теперь мне другой затык. Как оставлять родителей? Как оставлять свекровь? Ну, если, допустим, мы уедем, да, и детей с собой заберем, потому что бабушки уже начинают на тему, что, ой, мы вас не увидим, ля-ля-ля. Ну, и плюс они все-таки в возрасте, помощи и так далее. В общем, пока я на таком, знаете, на перепутье просто делюсь своими мыслями. Вот. Пришли мы почти к морюшку. Я уже, как местный абориген, знаю все короткие ходы. Очень мне понравилась, как я вам говорила, сквер Гудовича. Вот это вот начинается... Круто, я забыла, как называется улица, но вот где, как мне объяснили местные, где встречаются вот такие арочки, это значит, здесь стоят такие, да, самая благоустроенная улица города, и ремонт рядом идет. И такие хорошенькие, красивые коттеджики. Но море сегодня не сравнить. Вчера было прям бешеное, такое агрессивное. Сейчас прям солнышко красивое. Грех не прогуляться. Ой, ребят, какая же это кайфовая жизнь, а какая кайфовая работа, когда ты и работаешь, и отдыхаешь, и нет вот этого напряга, нет вот этого вечного загона какого-то. Реально кайфово. Но еще меня очень радует девчонки мои, такие Ланы и Наташа, реально найти сотрудников, которые будут с тобой на одной волне. Это космос. Ой, а небо сегодня, море сегодня другое. Смотрите, оно серо-голубое, тоже с барашками. Совсем другое море. Каждый день оно разное. Такое оно огромное. Безумно красиво. Ну все, я пока мысли свои закончила. Пойду найду сухую лавочку. Вообще надо купить какую-то себе худи с капюшоном, потому что погода постоянно меняется. Вот сейчас, да, я сделаю тонкий свитер, мне даже жарко. Пойду почитаю, возможно, какими-то умными мыслями. Кусочком поделюсь с вами. Что бы я так жил, да? Смотрите, как спит. Наш праймик. Мы опять выезжаем. Так, куда мы едем на сей раз? Я уже переоделась, я, короче, попала под дождь, краситься я сегодня не буду, как я уже говорила. Эстетический, косметический деток сегодня. Вот, мы, короче, едем за зарядником. Дима пришел зарядник для тех аккумуляторов, которые мы вчера вам показывали. И едем купить что-нибудь из шмоток. Надо срочно что-то с капюшоном. Мне еще не понравилось попадать под дождем. Я вообще, в принципе, капюшон не люблю, не ношу. В саранске у меня нет даже шапки. На зиму только на морозе, потому что я везде передвигаюсь на машине. А здесь остро необходимость, чтобы погулять, нужно что-то вот на себя. Дим Юрьевич у нас вообще теплокровное. Как он говорит, я теплокровное животное. Ему тоже что-то надо купить. Но вот понравился этот торговый центр, который я вам вчера говорила. Сейчас мы вас по нему и прогуляем. Как я люблю свою бибишу! Вот если бы не Сибериан Веллас, не вот эта снежинка на борту, никогда бы такой машины не было. Дим, праймиком хвалюсь. Говорю, что если бы не Сибериан, такой тачки бы не было. Газель у нас есть. Если бы не Сибериан, ездили бы на Газели. Газель, а я бы ездила на чем? На Чебурашке. И было все хорошо. Не спали бы мы по ночам, да? Тайно. Если бы мы не работали бы тут, мы не знали, где хорошо, а где плохо. Было хорошо у нас бы там снизу. Мы даже бы не представляли, что может быть хорошо и работать в другом месте. И легче. Да. Ты бы не парилась. Мы с тобой бы ездили так же и еженедельно в Икею. В Икею. Так же... Три дня в неделю не спали бы. Да, да, да. Все то же самое, как рабы на Галере. Ну, видите, дорогие друзья, нам это надоело. Мы морально, физически от этого выросли. Вот это, тяжелого труда. Ну, извините, 10 лет, ну, сколько можно, да? Ну, да, рано или поздно. Если у вас мозгов не хватает, работайте до пяти, до последнего сдоха грузчиков. Ну, мы хотим расти. Как бы... Нас не для этого на свет родили. Да, спасибо Икею. Это был большой, хороший толчок в наше дальнейшее развитие будущего. Просим, Дмитрий Юрьевич, сейчас кто-нибудь скажет, что просины Икею бросили. Ребят, мы ее не бросили, мы ее поставили на автономные рельсы. Я просто что-то повторяю. Большое спасибо, что мы начали заниматься Икеей. Только при помощи этой Икеи мы выросли. Да, мы выросли. Мы начали зарабатывать более... Другие деньги. Мы открыли для вас влог-канал, что он вырос вот в такое вот, что сейчас представляет сам из себя в размере 58 тысяч подписчиков. Кстати, нас 58, Дмитрий Юрьевич, я тебя поздравляю, дорогой. Я знаю. Я бы сказать, да, жена, это наша заслуга, это заслуга наших подписчиков. Я знаю, у него всегда я знаю. Я иду к 100 тысячам. Я вот жду к 100 тысячам, тогда я, наверное... А что с серебряной кнопкой сделаешь? Это ведь такая какая-то красивая штучка придет? Да, да, стеночку повесем со всеми теми регалиями, которые у нас сейчас есть от сибирского здоровья. Можно, можно, я скажу, можно, я скажу. У Дмитрия Юрьевича есть в галерее его ультра-эго. Сейчас там висит награда от Siberian Wellness, наш ранг бизнес-профи, золотой значок. Да, настоящий золотой значок. Ну, злочок, злочок. Из чистого сделано золото такой значок. Ну, мы же показывали на этом. На 5 грамм он. И табличка, которую мы держали на сцене. Ну, это наградная табличка. Я все это сделал в рамочку. Икеевскую, кстати. Да, в икеевскую рамочку. Рига. Рига. Не, Рига это вешалка. Хе-хе-хе. Как тебе легко перебивать. Я знала, что Рига. Вот. И... Теперь она очень аккуратно у нас висит. Следующий, значит, следующая награда, это у нас лидер и сапфировый лидер уже с другими значками, большими, десятиграммовыми, с камнями. И, ребята, серебряная кнопка. Ну, ты еще не говорила, что очень много приходит нам сообщение в ВКонтакте, в Телеграм. То, что... А сколько вы там зарабатываете, что вы так пищите, прям вот... Аж пищите. Да, некоторые говорят, вы что там молитесь на эту... Сибирское здоровье, что она там вам, блядь? Не, я чек не показывал. Знаешь, почему? Да не поверят. Ну, вопросов очень много, Татьяна, происходит. Ну, он где-то много. Я пока стесняюсь такую цифру показывать. Я тоже стесняюсь. А хотя другой страны чуть стесняться, это надо разработать. Сейчас решимся, я, может, скрину поставлю чеков. А давай динамику покажем, сколько мы зарабатывали год назад, в октябре. Давай, я слайды его поставлю сейчас. Да, ребят, тогда давайте, правда, прям, можно я вот так сделаю? Динамику давай покажем, так интереснее, то есть, чего мы начинали. Ой, блин, где моя... Новая Алека с новым звуком. Сколько вчера Юрьевич нервов потратил. Так что, я пока отключаюсь. Все-таки мы доехали до Пельмен-Варевныча. Уже поздно, чем никогда. Татьяна Павловна изучает меню. Дождик у вас в Анапе. Дмитрий Юрьевич поливает. Чего? Ну, мы побыли опять своевременно включить экшн-камеры, отцетили торговые центры Красной Площадь. Затоварились, отоварились, оделись. Димочку одели. Димочку одели. Да, меня одели, к сожалению. В Нью-Йоркере. В Нью-Йоркере. Будем меня чистили одежду. От бейсболку где купил? Бейсболку где купил? Гуль какой-то. Гуль какой-то. Гуль какой-то. Не, на самом деле я ничего не нашла, потому что мне нужен был верх джинсом какой-нибудь. Для съемок вы заметили, да, что, ну, как бы, много пастельного даже что-то яркое кадр такой. О, хру, зелень, может, что-то красное. Ну, короче, ни шиша нет, я ничего не нашла. Дождик просто поливающий. Ну, кстати, мне по андрофе Ленин Борисовича понравилось. Посмотрим, как по вкусу. Сама по себе идея, как в магазине-кафе, очень, да, но не пройкошно, как минимум. Вот это. Кто-то зашел как в магазин, кто-то зашел как в кафе. Да. Вот мы голодные. Готовить особо некогда. И плюс, тут как в аркетинг-конку очень интересно. Ну, это с моей точки зрения, с мужской. Ну, сейчас, смотри, попробуем с тобой пельмени, если нам понравится, мы с тобой еще возьмем. Чтобы не приезжать, смотри, дома. И тем самым, тем самым, тут заведение вообще выиграет офигенно. И ты уже будешь, как минимум, привязан к этому заведению и покупает. Но не каждый месяц. Но он все равно, ты будешь знать, что я поеду в это место и куплю пельмени. Я в любомогу, уже не посидеться. Ну, тут, если только выходной, в день приехал, там, да, время ездила, тут покушал. А так раз, у меня проехал, заберешься. Чем-то самому лепить, извините, я уж куплю. Витя, Икея 365, кмельница, который съели за 199 рублей, 4 банки. Я сейчас, по-моему, по, цена ниже, и до 149, здесь получается, просто соль. Ну, кстати, сразу скажу, такая мелкая соль, такой мелкий помол не подходит для таких банок. Очень большая дырка и посыпаемость. Да, сюда нужна крупная соль. Перец тоже однозначно не для этих банок, потому что он мелкого помола и ты просто много насыпешь. То есть, это все-таки спецбаночки для более крупных специй. Смотри, в салфетницах можно купить. А завтра мы едем опять в Укея. Я уже сказала, у нас тропед поевать из Краснодарска. Скимотим. О, перца на этом. А с Краснодарской бюрократией воевать за второго. Так, а мы с чеком что решили? Показали? Показали мы чек? Нет? Мы его покажем. Или показали. Как-то смонтировать. А что делок? Ну, короче, ребята, мы сейчас поделимся впечатлением после того, как мы испробуем сие блюдо. Может, и салатки или нет? У нас в последнее время в привычку вошло заказать и вам не показать, что мы заказываем. Но мы исправляемся. И теперь начнем с первого. Что ты-то заказала у нас? Это горячий чай, облепиха, имбирь и мята. И киевская кружечка Икея 365 за 59 рублей. Очень вкусно. Я вот к облепихе вообще делать на самом деле легко. Можно делать, не заморачиваясь дома. Подобраем диалог. Ой, с картошкой. Ты что делать? Ешь, ешь. Я не ем картошку. Будешь? В общем, у меня половинка порции горохого супа, облепиховый чай и сейчас еще пельмени будет. Без цельной зерновой муки. Вкусненько. Я не любитель горохого супа, но это я решила попробовать. По ценам, по ценам бюджетненько. Сколько ты за все отдал? 800 с копейками. 800 с копейками у нас полторы порции пельменей. Половинка суток, то есть это половинка. Наездок прям спокойно можно. Чай. И у тебя еще какой-то чай. Полторы порции пельменей у меня? 22 с половиной порции пельменей у нас. У нас и кровать. Нет, это пелокрёха. А, я думай кровать. Нет, ты что сказал, я уже бы хочу ровать. Ну, теперь дожидаемся моих пельменей. Вот это пришло время к моим пельмешкам. Я уже снял пробу. Мой внутреннеизысканный повар ставит оценку 5. Очень хороший домашний пельменей. А ваш? Не зря наш гуру приходит сюда пообедать. А наши гуру плохое не кушают. Все приятного аппетита. Мы сейчас будем это все уничтожить. Я поддался маркетинг-ходу этому заведению. И мы купили домой джика. Вот такой аджик. Мне понравился джика. А вот что в составе джика? Что-то непонятно. А, это стеклобанка. Вот, поэтому заведите на весь пельмешек. Вы поехали домой.